здравствуйте друзья в этом обзоре мы с вами поговорим о самом новом на сегодняшний день и самом навороченном шлюзе akara m2 он оснащен тремя радиоинтерфейсами портом ethernet и инфракрасным передатчиком на мой взгляд он выбрал себе все самое лучшее что было в предыдущих моделях ну а теперь давайте обо всем поподробнее модель akara m2 g01 беспроводные интерфейсы wi-fi 2 и 4 гигагерца zigbee 3.0 bluetooth 5.0 бле проводное подключение ethernet 100 мегабит и к передатчик с базой устройств и хранением 64 пользовательских кодов поддержка 32 прямых соединений zigbee устройствами без учета устройств работающих через роутер система управления akara home apple home kit диапазон рабочих температур от минус 5 до плюс 50 градусов цельсия размер 10 на 3 сантиметра поставляется устройство в картонном боксе запаянном в пластик это гарантирует заводскую комплектацию на фронтальной части фото шлюза и логотип apple home kit по крайней мере попавшая ко мне версия явно предназначена для международного рынка так как все основные надписи сделаны на английском пояснения мультиязычные том числе на русском есть отметка сертификации zigbee давайте заглянем внутрь коробки сразу под крышкой нас встречает хорошо знакомый всем яблоководом qr-код подключения устройства к apple home kit вот что представляет из себя комплект поставки шлюз о нем мы будем говорить дальше подробнее кабель питания usb micro usb и довольно толстая мультиязычная книжечка инструкция мне есть разделы на русском языке кстати тут нет ни слова о радиоинтерфейсе rf 433 информация о котором проскакивала в различных источниках и по данным которых я публиковал анонс о своем телеграм-канале информации не особенно много но она полезна например о том что означают различные статусы светодиодного индикатора или описание сброса устройства при десятикратном нажатии на кнопку шлюза внешний шлюз если говорить о устройствах экосистемы akara xiaomi больше всего похож на инфракрасную базу универсальный пульт управления кстати эту функцию шлюз тоже умеет выполнять на условно передней части находится небольшая кнопка и светодиодный индикатор на противоположной стороне назовем ее задней находится разъем для подключения сетевого кабеля ethernet аллилуйя наконец-то порт для кабеля питания micro usb как по мне могли бы сделать и usb type-c и порт usb а согласно инструкции это как говорится на вырост пока функции для него не предусмотрено на верхней стороне сделано из черного непрозрачного в отличие от нижней части пластика выбито название бренда акара по периметру нижней части можно увидеть множество отверстий сделанных по-видимому для охлаждения центральной части дублируется qr-код для подключения к apple home kit среди надписи можно найти русские слова что говорит о международной ориентированности устройства небольшая коллекция шлюзов 2 3 версии шлюзов xiaomi круглый со светильником шлюза кара и герой обзора новинка по форме больше всего похожа на xiaomi 3 версии а по цвету в эксклюзиве черных еще не было после подачи питания шлюз загружается переходит в режим сопряжения чем свидетельствует светодиод мерцающий желтым цветом начнем с приложения кара ху на дату публикации обзора подключать в системе me home героя обзора нельзя а кара ху доступен к установке и на ios и на android на слайдах с тремя скриншотами здесь и дальше android с двумя ios выбираем устройство на дату обзора она была доступна только в регионе китай и включаем шлюз выбираем режим подключения с кабелем или без как подключать значение не имеет при выборе проводного подключения мастер предлагает удостовериться корректности подключения после чего находит сети шлюз при беспроводном подключении судя по значку первое подключение проходит по bluetooth далее если был выбран беспроводный метод то запрашивается название сети 2 и 4 гигагерца и пароль а если проводной то этот шаг пропускается далее на шлюз передаются параметры подключения после чего нужно немного подождать пока устройство подключится к сети при подключении на айос на этом этапе запустится мастер подключения к apple home kit в режиме моста для этого нужно отсканировать код на коробке или нижней части шлюза после добавления шлюза в систему прилетела новая прошивка на дату публикации последняя версия на которой проведены все дальнейшие действия 306 005 05 15 при выборе шлюза в перечне устройств запускается его плагин который встречает нас диалогом добавление нового инфракрасного пульта аналогичной и к базе кликнув по изображению трех точек в правом верхнем углу попадаем меню настроек устройства большая часть опции стандартная кликнув по строке настройки попадаем диалог языка и громкости язык по умолчанию у меня был из коробки английский есть еще пара китайских наречий перейдем к подключению дочерних устройств в принципе какое устройство выбрать из перечня особого значения не имеет так как любое из них приводит к включению режима сопряжения на шлюзе разница только в том какую картинку вам покажет мастер каким образом перевести в режим подключения выбранное вами устройство в этом случае я подключил соответствующую картинке квадратную кнопку окара после подключения нужно выбрать название локацию и вид кнопки для данной модели доступно только два действия однократное двукратное нажатие кроме кнопки я подключил датчик открытия мидзе несмотря на то что его нет списке устройств и откнув первое попавшееся что перевести шлюз режим сопряжения а потом скрепкой зажал кнопку на датчике пока он не моргнул три раза и шлюз его не увидел далее перешел к пульту дистанционного управления после того как нажать на кнопку добавить pdu плагин открывает базу устройств по типам здесь я выбрал тип телевизор и модель сяоми тип устройства выбираете тот который вам нужен данном случае тут необходимо подобрать вариант при котором телевизор ну или то устройство которое вы подключаете отреагирует на команду с шлюза после этого из базы подтягивается весь пульт который сохраняется виде отдельного плагина при выборе пользовательского режима шлюз можно обучить командам с пульта донора каждую кнопку по очереди это поможет если вы не сможете подобрать устройство из базы согласно заявленным параметрам шлюз может хранить до 64 пользовательских кодов в автоматизациях шлюз работает как действие доступны действия созданными пультами и самим шлюзом шлюз может воспроизводить и останавливать выбранный тревожный сигнал или рингтон выбор довольно большой таким образом можно устанавливать звуковые сигналы как реакцию на какие-то внешние воздействия например датчик затопления или использовать его в качестве скажем дверного звонка а операции с пультами позволят запрограммировать последовательности действий с пультом по одной кнопке вернемся к хоум кит синхронизация с ним происходит либо на этапе подключения какара home на айс либо просто через добавление новых устройств и сканирование qr-кода шлюз прописывается как мост кроме этого добавляется сущность охранная система система сообщает о стандартных для такого типа устройств автоматизациях и добавляет его в систему на всякий случай скажу мостов может быть много это и шлюзы и например спрут хаб и интеграция пробрасывающая сущности из home assistant home kit появилась охранная система работу которой мы с вами рассмотрим в этом обзоре пока запомним ее статус и они аналогичны тем что вакара хом шлюз пробрасывает хом кит и подключены к нему дочернее устройство квадратная кнопка тут она имеет те же два варианта нажатия и может участвовать в автоматизациях например включать и выключать заведенную хом кит лампу которая кстати нет вакара хом это взаимодействие чисто хом китовская это один из способов заставить работать вместе устройства из разных экосистем аналогично кнопки тут появился и датчик открытия мидзе который тоже можно включать в автоматизации но я его добавил с другой целью протестировать работу охранной системы настройку охранной системы на базе шлюза окара m2 нужно проводить в родном приложении верхней части окна плагина есть пункт охранная система запускаем мастер настройки в нем говорится о четырех режимах охраны но в данном случае есть только три дома не дома и ночь выбираем любой из режимов и переходим его настройку первое это задержка перед постановкой например чтобы успеть уйти из квартиры начнем режиме например такую задержку можно отключить далее идет триггер на устройство оно должно быть подключено к шлюзу в моем случае выбор из кнопки датчика открытия это то устройство срабатывание которого приведет к активации сигнализации в примере статус открытия после этого настраиваем тип действия при срабатывании сигнализации в примере включения сирены и уведомления здесь тоже можно настроить задержку например чтобы вы зайдя в квартиру успели отключить охранную систему в свое время отсутствие возможности поставить такую задержку перед сработой сирены в мехом вызывало определенная проблема у многих настраиваем при необходимости также и другие режимы но пока сама постановка и снятие с охраны доступны только в ручном режиме постановка происходит заданной задержкой снятия мгновенно пользоваться уже можно но пока не очень удобно все время доставать смартфон и запускать приложение режим сработки сигнализации при активации триггерного устройства в моем случае датчика открытия если в течение заданной задержки не будет снятия с охраны сработает сирена и пуш уведомления либо то что вы поставите в действиях для тревоги вернемся в настройки сигнализации и отредактируем режиме при помощи расширенных настроек тут есть три варианта постановка снятия и переключение режима охраны для каждого из них доступно по 5 опций для настроек например для постановки и снятия с охраны можно использовать нажатие кнопки либо использовать одно и то же нажатие в режиме переключить а для ночного режима будет удобнее использовать автоматическую постановку и снятие в зависимости от времени суток Включаем режим охраны, в моем случае двойным кликом кнопки, после чего у нас есть 30 секунд до ее активации. Открываем дверь, срабатывает датчик открытия и включается задержка в 30 секунд до срабатывания. Если ничего не делать, то начнут выполняться действия тревожной сигнализации. Отключаем, согласно заданному условию, одиночным кликом на кнопку. Охранная система в Apple HomeKit полностью синхронна с Akara Home, тут те же четыре режима работы. Но есть и свои возможности, например сценария ухода и прихода в дом. На них можно поставить постановку и снятие с охраны, что снимет необходимость управлять этим вручную кнопкой или из приложения. Но эта опция доступна только владельцам устройств на iOS. При выполнении сценария «Прихожу домой» охранная система синхронно отключается в HomeKit и Akara Home. При уходе из дома охранная система активируется тоже синхронно. Сработка датчика открытия, он появляется в верхней строке устройств HomeKit, включается, если установлена, задержка для срабатывания. Сработка сигнализаций и в Akara Home, и в Apple HomeKit. И наконец отключение сигнализации, тоже синхронно. Причем все действия с охранной системы могут применяться и для автоматизации, и постановка, и снятия, и сработка. Например, при постановке на охрану можно выключать освещение, а при активации наоборот – включать. Привет, Siri. Режим «Ухожу из дома». Работа охранной системы в HomeKit. Задержки на постановку и сработку соответствуют заданным в Akara Home. Режим «К Gore- constitutional marathon» Режим «Ухожу из дома» Режим «П lemons» Режим «Ухожу из дома» Режим «Тей до души поfunкам Sehr камень» Сработка «Ухожу из дома» В этом обзоре мы с вами рассмотрели лишь самые базовые возможности этого устройства. В своих последующих видео я еще обязательно неоднократно буду к нему возвращаться. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.